Здравствуйте, дорогие зрители канала Баланс ТВ! В студии Инга Гончарова и сегодня у нас в гостях 10-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр в Пекине 2008 года, заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Ольга Кафранова. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Сила духа сегодня тема нашей передачи. Я думаю, что с этим вопросом надо идти к вам. Итак, что же такое по вашему сила духа и считаете ли вы себя человеком, который силен духом? Сложный вопрос. Сила духа такое достаточно абстрактное понятие. То есть я могу сказать, что у меня точно есть характер, у меня точно есть терпение. Наверное, где-то я умею добиваться цели, но я никогда не думала, что я себя когда-нибудь отнесу к людям, которые сильны духом. Может быть, где-то критично. Но вот, думаю, что мне надо работать над этим, над силой духом. Прочитав кучу ваших регалий, я надеялась услышать другой ответ. Я знаю, но там нет одной главной. Напомните. Олимпийской медали любого качества участия в Олимпийских играх. Может быть, это и было проявлением слабости духа, коль мы говорим об этом. То есть вы считаете, сила духа ваша выразилась бы все-таки в Олимпийской медали? Я считаю, что отсутствие Олимпийской медали говорит о том, что где-то над духом надо бы и поработать. Вот как. Ну, когда я готовилась к нашей съемке, я почитала ваше интервью, и я слышала, что вы где-то говорите в беседе, где-то пишете о том, что вы, придя в этот спорт, вы не планировали быть спортсменом. Верно. В общем-то, так сложилось. А что вас подвигло выйти на какой-то более серьезный профессиональный уровень? Интересная история у меня была. Я маленькая была, мы росли вместе с моей сестрой Катей, она на полтора года старше меня, и родители обычные, как раз-таки 90-е годы. Денег не было, и мама хотела нас отдать в какую-то бесплатную секцию, чтобы мы не сидели дома. У моей сестры были хорошие данные, мы вместе начали ходить в балет, это было, на мой взгляд, жутко скучно. Меня оттуда выгнали. Затем мама отдала нас на плавание. Были первые соревнования. Мне ужасно не нравилось, но я была ребенком, и особо меня никто не спрашивал, ходи и ходи. Были первые соревнования, где я заняла последнее место, и тренер подозвал всех родителей и сделал акцент на меня, мол, чай это ребенок. Мама сказала, это мой, тренер сказал, это очень плохо. До свидания, нам надо прощаться. Мама расстроилась, я была очень рада, но опять же, меня особо никто не спрашивал, с плаванием меня тоже забрали. Мы пошли в танцы. Танцы для меня было жутко скучно, неинтересно, надо было попадать в музыку, топать, улыбаться, все это по велению тренера. И когда меня опять же выгнали из танцев, я тоже была очень рада. И вот мы стояли на... То есть нет худа без добра, в вашем случае. То есть все не так и плохо. И Катя в итоге моя продолжала ходить в балет, но меня никуда не брали, но чтобы не оставлять дома одну, мама меня брала с собой. И вот мы стоим на автобусной остановке, ждем автобуса. Зима, холодно, на нас надето пальто, и с пальто торчат худенькие ножки. У меня и у сестры. И на автобусной остановке к нам подходит мой первый тренер, Нефедова Елена Юрьевна. И предлагает маме попробовать нас с Катей позаниматься художественной гимнастикой. Мама соглашается. Мама соглашается, но с одним условием. Если вы берете Катю, возьмите, пожалуйста, и Олю. За компанию. Да. Елена Юрьевна нас посмотрела и взяла, и начала с нами работать. Сказала, что есть данные, было очень много препятствий на пути, то есть Катю все равно перетягивали в балет, потому что она единственная на Северный округ, кто отобрался в училище при Большом театре в балет. И балет хотел заполучить Катю. Но Елена Юрьевна очень настаивала, чтобы мы остались в художественной гимнастике. И всячески нам помогала, давала свои предметы, потому что покупать это было дорого. И мы остались в художественной гимнастике, поверили тренеру. А Елене Юрьевне тогда было на тот период лет 20-21. То есть мы с Катей ее первый набор. Вот она только закончила институт, закончила сама заниматься гимнастикой и пришла, и набрала детей. Вот это были мы, одни из ее детей. А в какой момент вашего обучения вы почувствовали, что вы сильны, что вы готовы на Олимп? Я очень хорошо помню себя в детстве. Я очень хорошо помню себя в детстве, и я пытаюсь все время оживлять эти воспоминания и ни в коем случае не забыть вот этой своей детской уверенности. Я помню, что мы занимались, и я, как всегда, не подавала особых надежд, болталась там в группе, но на меня обращали внимание. Но я точно помню, что на каких-то соревнованиях я подумала, что я могу быть лучше, я могу стать лучшей в группе. Мне позволяет растяжка, мне позволяет гибкость, мне позволяют данные, и я этого хочу. И я стала лучшей в группе. Потом, я помню, у меня был дневник детский, еще начинала Алина Кабаева выступать. Я смотрела на ее выступление, когда я плодела весь зал, и все ее имя кричали. Я подумала, что она мне нравится, и я, наверное, хочу так же. И я помню, я взяла свой дневничок и написала там, я обязательно стану чемпионкой мира. Мне было лет 8-9, я тренировалась в обычной школе, то есть мы не знали, кто такая Ирина Винер, мы не знали, как можно подойти к Амине Зариповой или к Алине Кабаевой. Но меня это не интересовало. Я просто очень четко поняла, что я этого хочу, я написала это в дневничке. И потом, многие годы спустя, я думала, что в итоге-то что вышло? Эта надпись сбылась, я стала чемпионкой мира. Но вот про Олимпийские игры на тот период я не знала. Я была ребенком. Записи не было. Да. Я не знала, что проходят Олимпийские игры, что это очень важно, что они раз в 4 года. Я узнала, что есть мир и что надо стать лучшей. Вот. То есть эта детская уверенность у меня была, и она была непоколебима. А для чего? Вы тогда понимали, будучи ребенком, что такое стать лучшей? Нет, я не понимала. А главное, для чего? Мне кажется, в детских желаниях нет ничего руководящего. То есть вот ребенок просто хочет и все. То есть ему понравилась картинка, чья-то он вдохновился, решил, что почему бы и нет. И искренне в это поверил. Да, если у кого-то получается, то у меня получится тоже. Ну плюс еще у меня природные данные. Вот. И я действительно очень искренне этого захотела. Меня было не сломить. То есть если я на соревнованиях выступала плохо, или я помню, один раз сломала ногу, куда-то не поехала, и надо было пропустить долгий период тренировки, или плохие оценки получала на соревнованиях, занимала плохие места, мне было не то, что все равно, но я никогда не отчаивалась. Потому что я знала, что этот период пройдет и настанет. Настанет тот момент, те соревнования, когда у меня получится. Но это, конечно, очень оптимистично. Безусловно, когда я уже попала в сборную команду России, и меня взяла Вера Николаевна, шатали на тренироваться, и мы начали тренироваться просто с утра до вечера. Конечно, у меня были травмы, и вот тогда я подумала, ну, наверное, мои детские мечты никогда и не сбудутся, и хотелось бросить, и тяжело было. Но тем не менее, вот, как бы, судьба помогла исполнить мне мою детскую мечту. А в итоге вы считаете, что это стечение благоприятной обстоятельств, или все-таки это ваша внутренняя сила и решимость? Не знаю, я долго думала об этом, если вот так прям вглубь копать. Потому что я и с мамой разговаривала, мама работала. Когда мы пошли с Катей на гимнастику, и в первый класс маму сократили с работы. То есть, в принципе, она могла позволить себе водить нас, водить нас на соревнования, уделять какое-то время нам. Все должно совпасть. Как нас учили, и как мы сейчас говорим, чтобы стать чемпионкой, надо, чтобы совпало все. И характер, и природные данные, и хороший тренер, и, как говорит Ирина Винер, талантливый ученик должен попасть в руки к талантливому тренеру, и родителям, и финансовые условия. То есть, очень много факторов, которые могут родить чемпиона. Судя по всему, вы говорите, что большинство факторов у вас не совпало. То есть, были какие-то препятствия, но вам это не помешало. Может быть, да. Были препятствия. У меня получилось. Но самое главное, что меня заметили вовремя. Был чемпионат Москвы, я помню. Я даже туда не отобралась. То есть, меня не отбирали на такие важные соревнования, как чемпионат Москвы. Но моя сестра выступала. И на это соревнование приехала Ирина Винер. Смотреть девочек, молодых, маленьких гимнасточек. И она видит мою сестру, да, говорит, это неплохо. И Елена Юрьевна говорит, Ирина Александровна, у нее есть еще сестра. Посмотрите ее, пожалуйста. Ирина Александровна говорит, хорошо, приводите. Меня подвели к Ирине Александровне. Я помню, я была в джинсах и свитере. И Ирина Александровна посмотрела, погнула меня, подтянула ножку к уху. Я еще тогда подумала, у меня джинсы совсем не тянутся. Она не заметит всей моей растяжки. Но тем не менее, ей это ни разу не помешало. И говорит, да, у этой девочки есть данные, приводите, мы будем работать. Ольга, как вам кажется, женщине необходимо такое качество, как сила воли, сила духа, целеустремленность? Или это все-таки мужская прерогатива? Я думаю, что это поможет любому человеку в достижении цели. Но уже встает другой вопрос, а какая, собственно говоря, цель? То есть, конечно, для семейной жизни и для каких-то отношений с мужчиной эта мудрая женщина будет иметь это качество, но она вовремя это сможет скрыть. Потому что я, например, мне не очень нравится, когда много людей жалуются на жизнь, ноют, если можно сказать это слово. Я этого не люблю. То есть, мы сами делаем свою жизнь, свою судьбу, она в наших руках. И в мире, где люди летают в космос или покоряют Эверест, глупо говорить, что что-то в теории невозможно. Как вы думаете, большой спорт, он как влияет на характер девочки? Вот были ли вы такой, какой вы являетесь, если бы вы не пошли в большой спорт? Как вы думаете? Вот, я всегда спорю с моей мамой на эту тему, потому что моя мама уверена, что меня спорт изменил. Она говорит, я воспитывала очень нежного ребенка. И ничего не предполагала. Да, на тебя нельзя было дунуть, ты уже плакала. Очень, никакого грубого слова, никакого крика был. Очень маленький, нежный ребенок, и обещала вырастить очень такой нежной девушкой. Но что касается меня, я думаю, что спорт не меняет характер. Он помогает ему развиться. То есть, если в человеке заложено определенные качества, спорт его это все разовьет. Как бы раскрывает, да? А если качеств таких нет, то чаще всего человек просто уйдет из спорта или на каком-то жизненном этапе не сможет преодолеть что-то. Ну, характер. А своих детей отдадите в большой спорт? Сложно об этом говорить, потому что одно дело сейчас рассуждать, а другое дело, когда уже дети появятся. Но у меня есть племянница, ей скоро будет год. Моя сестра хочет ее отдать в гимнастику. Я бы тоже отдала детей в спорт, безусловно. Но насчет профессионального спорта они должны будут выбрать сами. Потому что еще одна моя внутренняя уверенность, что если это выберет ребенок и захочет, то он добьется. Если выберет за него родитель и родитель захочет, ребенок не добьется. То есть вы не будете давить на своих детей и говорить, что вот я смогла, значит ты сможешь. Я постараюсь им показать, что это интересно, насколько это здорово. Я постараюсь им показать разные аспекты жизни, что можно стать хорошим врачом, самым лучшим инженером, я не знаю, телеведущим, актером. И везде можно достичь успеха. И ребенок сам должен выбрать, где он себя видит. Ольга, а были ли у вас в жизни какие-то ситуации, когда вы опускали руки, когда вам казалось, что дальше идти сложно, тяжело, и как с этим быть, непонятно? Безусловно. Были ситуации. Ну вот самая яркая, наверное, моя ситуация была после Олимпиады в Пекине в 2008 году. Из-за ошибки в булавах я не смогла подняться на пьедестал, хотя прогнозы были хорошими. И заняла четвертое место. Четвертое место для девочки, выступающей за сборную команду России, это, откровенно говоря, плохо. Это и плохо, и позорно, и стыдно. Страна послала тебя завоевывать медали. В принципе, слово, что не получилось, так нельзя сказать. И, безусловно, после Олимпиады хотелось бросить и спорт, и художественную гимнастику, и начать заниматься чем-то другим. Причем я до сих пор уверена, если я бы начала заниматься чем-то другим, у меня бы это тоже получилось. И после Олимпиады я хотела закончить, завершить спортивную карьеру, и, в принципе, это сделала. И это бы сделала, но Ирина Александровна со мной очень долго разговаривала. Она объяснила, что уходить на плохом – это легко. Это намного легче, чем взять, вернуться в спорт, выиграть какой-нибудь чемпионат мира и нормально, достойно завершить спортивную карьеру. Да, бывают поражения. Что уже теперь делать? В истории нет сослагательного наклонения. Это уже произошло. Поэтому надо возвращаться, надо тренироваться, надо поехать на чемпионат мира в Японии, выиграть десятую медаль и закончить. И, в принципе, это у нас получилось. Вот в моменте, когда вы на Олимпиаде не получили медаль, что вы чувствовали? Ну, очень было много эмоций. Сейчас сложно выбрать какую-то одну и о ней рассказать. Олимпиады – это соревнования, которые бывают раз в жизни. Спортсмена, ну, кого-то, безусловно, больше. То есть ты всю жизнь к этому готовишься? Ты идёшь к этому осознанно? И когда не получается? Да, это, в принципе, именно та цель в жизни, за которую, наверное, можно отдать многое. Там можно отдать своё здоровье или ещё какие-то очень важные и ценные вещи. Да, и когда это не получается, это, ну, по меньшей мере, странно, потому что подготовка к Олимпийским играм у русских спортсменов, особенно в художественной гимнастике, 150% из ста возможных. И там всё идёт на автомате. Там практически нельзя ошибиться. То есть это и диетологи, и психологи, и тренеры, и врачи. И все работают именно на эту программу, которую надо будет показать на Олимпийских играх. Почему была ошибка? Я не могу, если честно, понять до сих пор. Ну, потому что и психологическая подготовка, и моральная, и физическая всё было на высшем уровне. Я не первый раз выступала, и как бы не знаю, почему так получилось. Ну, значит, так надо. Значит, это к лучшему. Ну, не хотелось тренироваться, не хотелось приезжать в Москву, не хотелось ничего. То есть это чуть больше, чем жёсткая депрессия, наверное. Тяжело было. Но, тем не менее, несколько месяцев спустя я возвращаюсь в художественную гимнастику. Мы тренируемся вместе с Ириной Александровной. И сколько год я тренируюсь, выступаю, езжу на международные соревнования. И в сентябре на чемпионате мира в Японии, получая золотую медаль в команде, мы тогда выступали Евгений Канаева, Дарья Кондакова, Дарья Дмитриева и я. Вот. И заканчиваю спорт. По приезду из Японии в Москву я всем сказала, что больше я не тренируюсь. Спорт я закончила. Ну, в принципе, и всё. Заканчивать надо тоже вовремя. Какие были ощущения, когда вы объявили о том, что вы закончили спорт, свою карьеру? Тяжело мне было последний год тренироваться. Это ужас. И я помню, что я выступала с ленточкой, я прошла в финал. Вот. И я делаю своё последнее упражнение. И я помню, что я заканчиваю упражнение с лентой, финальную точку. И у меня первая мысль. Всё. Больше я не тренируюсь. Ну, как ощущения? Осознание содеянного приходит гораздо позже. Позже, чем происходит само действие. Ну, конечно, я ушла. Не сказать, чтобы я скучала. Я скучала по гимнастике. Я скучаю до сих пор. Но, опять же, оставаться было сложно. У меня последний год был очень сложный. Меня выгоняли со сборов. И Вера Николаевна шатали на со мной. Очень тяжело тренировалась, потому что я ужасно себя вела. Сейчас, оглядываясь назад, я, конечно, понимаю все свои ошибки, но их уже не исправить. Вот. И Ирина Александровна со мной тренировалась. И до вечера сидела, с утра до вечера в зале. Но как бы тренировалась я еле-еле. Это и вес, и травмы, и 22 года. Уже хочется чего-то другого. Но, тем не менее. Ольга, вот сейчас вы занимаетесь тем, что помогаете девочкам стать гимнастками, может быть, кому-то профессиональными. Чему вы их учите, учитывая свои ошибки? И, может быть, вы делитесь тем, чего бы вы могли бы, может быть, избежать, если бы вы как-то по-другому себя вели? Самое главное, я хочу научить детей не бояться. Потому что меня в свое время тренеры учили не бояться. Страх, он все-таки не позволяет достичь цели. Страх, он мешает. Я учу их не бояться. Я учу их честности. Они должны быть честны перед самими собой. То есть себе сказать, что человек маленький, ребеночек хочет, чего он не хочет. Например, тоже в тренировках, если я им даю задание, и они там могут сказать, что мы сделали, а на самом деле сделали, но не очень. Я их не ругаю. Я их учу быть честными перед самими собой. Я объясняю, что кроме вас это никому не надо. Ну, дисциплине. Любой спорт учит дисциплине. Преодоление себя. Олимпийский девиз, два слова. Преодолеть себя. Это нас всегда учила этому наша Ирина Санна. И самое главное, конечно, чтобы ребенок сам хотел. То есть я и с родителями стараюсь беседовать. Если я вижу, что ребеночек-то не очень хочет заниматься художественной гимнастикой, я советую не давить на него. Может быть, придет чуть попозже это желание. То есть вы не настаиваете, да? Вы не говорите, что это абсолютное благо для всех. Я их заинтересовываю. Для останки, для растяжки. Я их заинтересовываю, и у меня это получается. Вот пока таким путем. У меня не было в карьере случаев, что мне приходилось заставлять ребенка силой. То есть я использую разные варианты. Иногда это игра, иногда это какое-то сильное слово, повышение голоса. Можно даже прикрикнуть. Иногда это просто уговоры. Но все детки разные. Тем не менее, все понимают, что им надо заниматься. Как вы думаете, если бы вы не стали гимнасткой, кем бы вы были? Я думаю, что я бы пошла учиться на врача. Я в детстве очень хотела стать хирургом. Потом я полюбила животных и хотела стать ветеринаром. Сошлось у меня это воедино. И потом стала гимнасткой в итоге. Но я думаю, что это было правильным решением. В завершении нашей беседы хочу вам задать несколько коротких вопросов. И жду на них короткие ответы. Итак, что делает вас счастливой? Гармония внутри. Что делает вас несчастной? Она же. Если бы вам предоставилась возможность прожить эту жизнь еще раз, что бы вы в ней изменили? Я бы кое-что изменила. Это была Ольга Капранова. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие телезрители, я хочу напомнить, что эту и другие понравившиеся вам передачи вы можете увидеть у нас на сайте. балансдефиз.тв.ру Всего доброго и до новых встреч. В эфире добрые новости. В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefizshop.com Редактор субтитров А.Семкин